Вопросы. Вот Олег Осипов, один из самых наших активных стартап-котиков, спрашивает, что главное на старте построения бизнеса в отличие от старта стартапа? А, то есть вот ты начинаешь бизнес, да, и ты начинаешь стартап. Чем отличается самое главное в таком бизнесе, который должен зарабатывать, и в стартапе? Ну, мне очень нравится идея, что стартап должен начинаться с какого-то понятного количества клиентов. Ну, то есть подписка, то есть, грубо говоря, вам нужно собрать преордеры, да, предварительные заказы, и тогда это имеет смысл. Если мы начинаем с технологии, вот как сейчас, например, у нас даже сегодня был разговор с какими-то людьми, и они говорят, вот технология потрясающая, офигенская, я говорю, ребят, уже столько раз это было, да, классная технология, делаем, 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 потом выясняется, что людям это просто не нужно, людям нужно что-то другое. И это совершенно непредсказуемо, почему и нелогично, то, что им нужно что-то другое, но по факту вот за это другое они готовы платить, а та аудитория, на которую мы изначально там предполагали, рассчитывали, она, оказывается, ей это не нужно. Ну, вот, смотрите, я вам приведу простой, интересный, забавный пример. Вот кто бы подумал, что, ну, то есть, можно было придумать когда-то, там, не знаю, велосипед, да, или лыжи. Я говорю, Игорь, слушай, такая тема, давай, короче, две доски привяжем к ногам и спустим к Римон Блан, да? Я посчитаю тебя сумасшедшим. Я думаю, что я бы очень быстро рассказал о Квейцарской психиатрической клинике, да? И это к разговору о стартапах, да? То есть, самое главное в стартапе, это чтобы основатели стартапов были современными. А быть современным, это опережать время ровно настолько, чтобы оно легко могло тебя догнать. О, круто!